МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Связисты, люди спортивные". Любовь к спорту они в девятый раз демонстрировали на спартакиаде работников связи. За несколько лет количество команд только из Минска выросло с трех до десяти. Сиди сильных новичков команда Велком. Чем больше команд, тем больше, так сказать, азарт, вот этот адреналин, который появляется во время соревнований, он очень полезен для здоровья и для организма. Команда Велком выставлена в полном составе по всем игровым видам спорта. И я думаю, что мы покажем не худшие результаты среди предприятий связи республики. Первое место по Дарсу. Бесспорная победа в мини-футболе. Команда Велком подтвердила первое место в региональном турнире по любительскому мини-футболу. Не оставила шансов соперникам мужская сборная Велком по волейболу, капитан которой выступал за сборную Беларуси. Конечно, интересно. Жалко только, что соперников таких посильнее и побольше. Было бы более интересно. Сильные соперники будут в августе. По итогам этого этапа спорта-киады три лучшие команды получили путевки на республиканский этап. Сиди них и компания Велком. Компьютер заменил ручку. Мобильный телефон вытеснил пейджер. По электронной почте отправляется куда больше писем, чем по обычной. Но переписка даже в новом технологическом антураже не утратила своей прелести. Обмен СМСками – чрезвычайно популярное занятие у молодежи. На базе СМС возникло много услуг, которые облегчают этот процесс. Общаться в популярной АСКИ или пользоваться своей электронной почтой можно с помощью телефона. Услуга СМС-тоимов, имел-то СМС, она подразумевает двустороннюю связь. То есть это как получение электронной почты на телефон, используя СМС, так же и отправку электронной почты на электронный адрес адреса получателя, используя СМС-сообщение. С помощью СМС-услуг можно не только вести мобильную деловую переписку или поддерживать общение, но даже найти свою половинку. Мы познакомились четыре года назад с помощью одной из услуг, представляемых компанией «Велком». Лена случайно вышла на меня. Да, было настроение просто пообщаться, с людьми познакомиться. СМС-переписка длилась месяц. Потом личная встреча. Еще через месяц они решили быть вместе. И даже позже, находясь на расстоянии именно к коротким текстовым сообщениям, они доверяли свои чувства. Нам очень нравилось общаться по СМС. Легче было написать СМС, чем позвонить. А почему? Не знаю, так интереснее. Профессиональная судьба забросила Диму в другую страну. Там он занимается развитием GSM-связи. Возможно, благодаря мобильным услугам кто-то тоже обретет личное счастье.